Всем привет! С вами Ольга Чернова, Маля Городная Азбука. Сегодня 24 октября. Я начала 2 или 3 дня назад описание томатов зимнее подробное. И конечно большинство томатов я выращиваю по много лет, знаю о них все. Но я сейчас буду делать так. 1 сорт буду описывать старый, который мне известный. Ну раз в день, парочку хотя бы в день. А второй сорт буду описывать новинку, который я открыла только в этом году. О котором информация конечно больше всего почерпнута с интернета, но который у меня уже есть и который я уже оценила. Вот начну я сегодня со старинного сорта, но не со старинного, а который выращиваю много лет. Это сорт Настенька. Все вот кто много лет меня смотрит, кто в одноклассниках знают, что я про Гемидова, про Настеньку. Все уши прожужжала. Но это просто потому, что я живу в сибирском регионе. И у нас, чтобы получить стабильно, гарантированно томат, урожай томатов, конечно нам нужно опираться именно на такие сорта. Сорт Настенька у меня под номером 2 в каталоге после Демидова идет. И это тоже именно вот такой толстомогий сорт, как вот с легкой руки одной зрительницы Надежды Красиковой, как она сказала, рабочие лошадки, я их теперь тоже так называю. Это именно та рабочая лошадка, ну прям не лошадка, а лошадь, потому что она большая, крупноплодная. Демидов лошадка, а она лошадь. Та, на которую можно положиться, у нее тоже толстый ствол. Она в рассаде тоже не вытягивается. В тоннеле я ее высаживала вместе с Демидовым. Листья такие же, такие массивные, мясистые. При подмерзании точно так же обрастает, восстанавливается. Вот это та самая неубиваемая Настенька, про которую уже зрители, которым я разослала семена в прошлом, позапрошлом году, они ее уже испытали и на грядке ленивки, и в тоннелях, и везде она растет. Если я Демидова называю универсальным солдатом, он у нас такой, ну это тоже под вид этого, но только она, раз Настенька, она девушка, ее нельзя солдатом назвать. Пулеметчица Анка, она у нас, значит, она выживает во всех. Универсальный такой сорт я пробовала и на улице выращивать, и в теплице. В теплице она хороша чем? Во-первых, вот это ее детерминатность, хотя некоторые не любят детерминатные сорта в теплицу высаживать, любят вот такие длинные, чтобы было занято все пространство теплицы, но я намеренно высаживаю такие детерминатные сорта для получения раннего урожая, потому что она пониже куст, она быстрее все это сформировывает. Плоды крупные, 300, могут даже до 500 грамм при благоприятных условиях, вытянутой формы, розово-плодной. Вы все знаете, что розовые томаты, они намного вкуснее, они чаще бывают сладкими, чем красные. И вот Демидов и Настенька, у меня такая сладкая парочка, которые я всегда выращиваю в теплице для раннего урожая. В теплице чем еще она хороша? Во-первых, места меньше занимает, и она не вытягивается никогда. Ее можно немножко загущено. Я по две штуки в одну лунку привязываю к одному колу, и вот с обоих сторон вот эти кисти как наформируются, дает хороший урожай. Но также она и на улице не пропадает. Во-первых, рассаду для продажи массовой, когда много, в большом количестве выращивала. Настенька, Демидов, Петруша, Сибирская тройка. Вот незаменимые сорта, которые не боишься, что замерзнут, потому что они все равно потом обрастут. Главное, чтобы точка роста им не прихватила. Эти боковые листья обмерзали много раз, потом они новые листья вырастают, даже не видно, старые отпадают. В тоннелях она выживает в морозе. В теплице она тоже, я никогда не замечала сильно, чтобы при повышенных температурах у нее что, посыпались вот эти цветочки, или чтобы она вот так листья как-то завяли. Из-за того, что у них с Демидовым листья такие толстые, несистые, и там, вероятно, они больше влаги на запас берут, и вот во время жарких вот таких дневных температур они не вянут, им хватает всего. Я ее и там, и там испытывала, как уже говорю, на улице и с подвязкой, и без подвязки, и в ленивом варианте. В этом году была она у меня на грядке ленивки. Везде дают урожай. Ну, я бы не сказала она, что сильно склонна к заболеваниям. Так, сейчас, если вот подробно. Рост указывается, высота 70-75 см. Это повыше Демидова сантиметров на 20 см. В теплице вырастает, с меня ростом, наверное, метр 30-40, вот до глаз, примерно так. Потом, плоды розовые, как я уже говорила, вкус хороший. Но опять это зависит, я вот в предыдущем видео говорила, зависит от состава почвы, от того, солнечная или нет погода. Но это не кислятина, не та кислятина, которую мы получаем иногда самыми первыми, вот от скороспелок, которая вот такая кислая. Нормальный салатный сорт, прекрасный. Некоторые люди писали мне, до 700 грамм вырастает плод, такой удлиненной формы, розовый, красивый. Вот это номер два, Настенька. И если насчет заказа семян, я вам, ну, всегда говорю, что даже кто зимой заказывает, если сейчас у меня закончится экзотика, вот полосатый шоколад, делишн, там вот все вот эти редкие сорта закончатся, то Настенька и Демидов у меня всегда есть в наличии, потому что они составляют основу всей моей коллекции. Они у меня всегда есть и всем хватает. В прошлом году хватало до марта. Если вы Настеньку ни разу не выращивали, я советую ее тем, у кого, например, проблемный регион, ну, такая же погода, как у меня, вот высадишь под пленку, например, выпадает снег или еще заморозки, у нас до июня возвратные заморозки, значит, вас Настенька выручит. Потом, у кого короткое лето, когда осень уже холодно, а еще плоды вроде бы не все поспели и жалко их, она и дозревает хорошо. Не скажу, чтобы она так сильно текла, можете уложить ее на дозаривание, дозреет у вас все. Вот Настеньку могу смело рекомендовать для любых регионов и для любых условий. И так же, как Демидов, ее выписывали люди в Южный регион, в Крым. Вот мне писала моя покупательница, что они там показали результат еще лучше, чем у меня. Ну, потому что я их, конечно, мучаю. У нас весной мороз, потом какие-то вот эти вот всякие катаклизмы, и под снегом она сидела у меня. У них вот в благоприятных условиях урожай еще лучше. Так что, если вы живете даже в жарком регионе, я думаю, этот томат тоже вам подойдет. Все, до свидания.